Всем привет! Вы на канале Счастливая Орхидея. Меня зовут Ольга. Сегодня небольшой обзор из магазина Ашан, город Подольск, Московская область. Это Большой Ашан, который находится на улице Большая Зерпуховская. Сегодня очень приятные цены, около 500 рублей плюс-минус и такие симпатичные сорта. Это перед нашими глазами пульсация, такой солнечный цвет, очень приятная, милая орхидейка, многими любимая. На солнышке очень красиво смотрятся вот эти крапушки. Они такие красноватого цвета. Симпатичная орхидейка, но у меня, правда, такой нет. Рядом, по-моему, Кембридж, но что-то из белых. Они всегда есть в каждом привозе. А вот это, друзья, это Формейшн. Многие начинающие хотят заполучить в коллекцию Манхэттен сорт, очень похожий на то, что вы сейчас видите. Такие же крапушки, казалось бы, такой же розовый цвет, но отличия есть. Я вам обязательно вставлю фотографию. Давайте пока мы посмотрим. Вот здесь губка, видите, она не желтая, не белая, а розового цвета. Даже здесь немножко в таракот уходит. Вот эта губка, она характерна для сорта Формейшн. И кайма по краю идет чисто розового цвета, без крапа. То есть вот эта орхидея точно не Манхэттен. Возможно, еще какой-то новый похожий сорт сотворили. То есть не Формейшн, а еще. Но это точно не Манхэттен и не розовый дракон. У розового дракона губа она идет с белесой дорожкой. Поэтому обращайте внимание, друзья, кто хочет именно Манхэттен, он другой. Даже по форме лепестков. Здесь как-то в ширину более вытянут сам цветок. А Манхэттен, он такой более ровной формы, более круглый. Но этот сорт тоже очень симпатичный. Я подарила своей подруге именно этот сорт, чтобы не копить похожие орхидейки. Манхэттен себе оставила. И он у нее цветет постоянно на 2-3 цветоноса. Она очень довольна. Хотя она совершенно не какой-то там профессионал в орхидеях. Но вот год у нее уже живет. Так, ну что мы здесь видим? О, это Вольтера. Ну, послушайте, это даже дешевле, чем я покупала недавно в Глобусе. Вольтера отличается от всех других желтеньких орхидей тем, что у нее есть вот такие замечательные конопушки. Язычок яркий, как пламя свечи. Такой огненный. Очень симпатичная орхидейка. Давайте посмотрим состояние корней. О, оно неплохое. Как вам советы? Покупайте. Сорт отличный. Я вот по такой цене впервые вижу за долгие-долгие годы. Так, ну эти крапушки, как всегда, я в них не разбираюсь. Я знаю только дух Купидона. Он немножко другой. Тоже очень красивый сорт. Для тех, кто любит орхидеи в крап, то очень хороший экземплярчик. Ну и вот этот сорт. Вот крутила его, вертела. Так мне напоминает орхидею Мия. Сейчас мы поближе загрянем в пакетик. Там такие крапушки на нижних сепалиях. Вот, ну прям напоминает орхидею Мия. Но не она. И если бы я не купила буквально вот за последние 2-3 недели такое количество новых орхидей, я обязательно бы взяла вот этот симпатичный экземпляр. Я всем советую, если кто-то будет проходить мимо. Но поверьте, вот из всех беленьких это отличается чем-то. И вот такая красавица, которая мне напомнила сорт Маргарита. Ну вот других у меня нет никаких названий. Вот на таком контрасте орхидейки бывают редко. Темный-темный цвет. Как его назвать? Бордо. Наверное, да. Бордо вот такой малиновый. И в центре белая губа. Очень красивая орхидейка. Состояние корней неплохое. Хотя здесь орхидеи в этот раз так полили ужасно, что у меня просто даже на юбку натекло там на литр воды. Как-то к сотрудникам обращаюсь, если вы видите. Ну не надо так заливать орхидеи, корни сгнились. Давайте еще раз посмотрим поближе. У меня есть похожий экземплярчик. Покупала я его зимой через Авито. У перекупщиков и намного дороже. Но здесь цена 500 рублей. Ну плюс-минус, повторюсь, отличная для такого растения. И вот эта очень симпатичная орхидейка. Я не знаю ее названия. Но какая же она нежная. И мне очень понравилась форма цветка. Она немножко квадратная. Напоминает бабочку. Орхидея Амстердам тоже примерно вот в такой же форме имеет цветок. Красивые нежные крапушки, даже полосочки. В контрасте на губке желтые пятнышко. Но очень нежно смотрелось. И цветы так располагаются аккуратно. Интеллигентное цветение, как Ирина говорит с канала Уютная Орхидея. Мне прям нравится это выражение. Симпатичный экземпляр, присмотритесь. И еще один экземпляр. Вроде бы похожий чем-то, но на самом деле уже другой. Здесь более контрастная, яркая орхидея. Крап или мазки такие даже более яркие, темные. Губка здесь уже ближе к оранжевому цвету. Она такая темно-темно-желтогорчичная. Два цвета носа и цена у нее 559 рублей. Слушайте, отличная цена для такого растения. Крепкая корневая, хорошая розетка. Вот реально отличное, красивое, здоровое растение. Вот для начинающих это не какой-то нежный там сорт, а действительно хорошие, стабильные сорта. Вот эти все в крабушку, они, как правило, крепкие. Мужу моему понравилась вот эта орхидея. Да, такой хороший, сильный экземплярчик. Кстати, стоит всего 559 рублей. Ну, для такой орхидейки-то вообще, согласитесь, в копейки. На два цвета носа-то. Вот такая красотка. Шикарный экземпляр. Смотрится на камере не так красиво, как в жизни. Сейчас я попробую. Вот так еще раз. В общем, она не красноватая, она именно в такой сиреневый цвет. Все-таки решила убрать громкость и озвучку сделать, потому что шумно в магазине. Очень красивый экземпляр. Названий тоже не знаю. Сегодня как-то я мало кого узнала. Посмотрите, какая красота. Губа нереально красивая. Вот изнутри там свет желтый с оранжевым, с неоновым. Очень красивая. Муж говорит, давай возьмем. Я говорю, нет, хватит. Я в этот раз столько купила. Сколько продала, столько и купила. А вы присмотритесь. Вот эти два экземпляра прям очень-очень сильные и красивые. Всем их советую. Ну вот и все, что я успела снять. Честно сказать, я набегу все снимала. Была без своего телефона. Это снято на телефон мужа. Может быть и качество чуть-чуть похуже, я смотрю. Но мне очень хотелось вам все-таки показать. Пусть орхидеи сегодня немного, но такая привлекательная цена. И есть все-таки вот несколько очень симпатичных и не так часто встречающихся экземпляров. Поэтому всем советую, приезжайте. Мирофлора, сиреневые, белые, естественно, само собой там были. Присмотритесь. Возможно, вам какая-то орхидейка понравилась. Напоминаю, это город Подольск, улица Большая, Серпуховская, торговый центр Капитолий. Всем хорошего настроения. До встречи в следующих видео. Надеюсь, другие обзоры будут уже более полные, яркие и красочные.